Десна ТВ Я обязан вам рассказать о том, какие есть лагеря на территории Смоленской области. Десногорцев пригласили в школу архитектуры талантов. Название нашего сегодняшнего мероприятия я с вами счастьем поделюсь. Юбилейный концерт Сергея Гришкова. Спорт – это не только результаты, достижения, это, наверное, еще и в первую очередь характер. Встреча со спортсменом-марафонцем Николаем Тиховым. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Во вторник на плановом оперативном совещании глава администрации нашего города Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович поблагодарил ответственных лиц и выразил им благодарность за хорошую организацию праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Также глава поздравил учителя русского языка и литературы средней школы номер один Юлию Михееву, которая вышла в финал областного конкурса «Учитель года». Благодаря вам мы можем с гордостью Десногорска представить на любом уровне. И я надеюсь, что мы еще о ваших трудах и заслухах обязательно услышим. В медсанчасти 135 диспансеризация идет по плану. Осмотрено 1660 взрослых и 1240 детей. В апреле уровень безработицы составил 1,06%. На учете в службе занятости состоит 229 человек. 166 из них получают пособия. В апреле сведения о сокращении подали 4 предприятия на 72 человека. Напомним, что сейчас действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещено разведение костров и ограничено посещение лесов. В первой школе Десногорска есть класс, где обучаются ребята с отклонениями в здоровье. В пасхальную неделю для них был организован необычный урок. Детям рассказали о светлом празднике, о старинных традициях и показали сказку. Такие мероприятия необходимо проводить, особенно для детей с ограниченными возможностями. Потому что обучение для них, конечно же, очень важно. Но то, что делают педагоги, рассказываем о культуре, рассказываем о христианстве, дает им внутренний импульс для внутреннего развития, для их духовного развития. С 1 по 14 августа на базе оздоровительного лагеря «Соколья гора» под Смоленском пройдет профильная смена летняя техническая школа архитектуры таланта. Пригласить Десногорских старшеклассников в современный лагерь приехали специалисты областной академии профобразования Валерия Ткаченкова и Дмитрий Беспалов. Встреча состоялась в молодежном центре нашего города. Гости рассказали ребятам, что с 2016 года лагерь переформатировали, и теперь тех, кто пройдет отбор, ждет профориентационная техническая школа, где каждый сможет выбрать себе специальность по интересам. В лагере планируется 15 компетенций и бизнес-направления. Всех ребят, а их планируется набрать 240, в возрасте от 14 до 17 лет поделят на группы по 14 человек, и каждая группа будет изучать свою профессию. Приезжают специалисты, в течение смены у них будет порядка шести занятий всего по образовательной деятельности. Первые три занятия – это теория. То есть, если это робототехника, им три дня рассказывают о том, что это такое, для чего это нужно, и последующие два дня они уже сами создают роботов, программируют их, и они уже дальше должны будут что-то делать. На закрытии лагеря состоится чемпионат по профпробам, а по результатам занятий выберут лучшую профессию. По окончании смены участники получат сертификаты или свидетельства о прохождении учёбы. Безусловно, наших ребят это всё заинтересовало, и они тут же написали заявление. Комиссия по отбору кандидатов ещё работает. Итоги будут известны к концу мая. 3 мая митрополит Смоленский и Рословский вместе с исполняющим обязанности начальника департамента области по социальному развитию Олегом Ланщиковым побывал в Десногорском социально-реабилитационном центре «Солнышко». Митрополит поздравил ребят с праздником Светлой Пасхи и раздал всем детям, педагогам сладкие пасхальные подарки. В Смоленске прошёл музыкально-хореографический конкурс среди детей из малообеспеченных семей. Детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. В нём приняли участие 500 детей из 25 детских домов школ-интернатов нашей области. 4 мая в городской центр «Досуга» пришли друзья, коллеги и родные, чтобы поздравить музыканта и наставника Сергея Гришкова с юбилеем. В этот день ему исполнилось 55 лет. В зале собрались друзья, ученики, коллеги и просто поклонники творчества Сергея Егоровича. А их немало, так как он большую часть своей жизни провёл в нашем городе. С 1984-го он работал в музыкальной школе. С 1993-го был её директором. В 85-м совместно с Николаем Степановым организовал народный оркестр, который прославил наш город не только на Смоленщине, но и за границей. Традиционно юбиляры получают в такой день подарки. В свой юбилей Сергей Егорович решил сделать подарок для своих друзей. Он устроил грандиозный концерт, который продолжался около двух часов. На сцену с выступлениями выходили его ученики разных лет, коллеги и друзья. Особенной популярностью пользовались номера в исполнении именинника и его дочери Марии. А наградой за такой подарок были цветы и громкие аплодисменты. В День Победы сотрудники Смоленской полиции подарили жителям Смоленска и гостям города незабываемое шоу. Показательные выступления бойцов спецподразделений, полицейских кинологов со служебными собаками, в финалистах конкурса «Краса и доблесть полиции» собрали множество зрителей. Все пришедшие на массовое поле смогли отведать солдатской каши с полевой кухни и сфотографироваться с бойцами спецназа в полной боевой экипировке. А сейчас о криминальной обстановке. 5 мая в областном центре был задержан насильник, напавший на ребенка с ножом. Жертва преступника, восьмилетняя девочка, сейчас находится в больнице. С ней работают врачи и психологи. Специалисты налоговой службы совместно с судебными приставами продолжают выездные рейды. В передвижном мобильном офисе смоляне могут узнать о своих задолженностях. На самом деле способов много. Например, зная свой ННН, это можно сделать посредством электронного сервиса «Личный кабинет». «Хочешь быть здоровым – бегай», «Хочешь быть умным – бегай», «Хочешь быть красивым – бегай». Под этим древнегреческим девизом в читальном зале Центральной библиотеки прошла встреча с известным легкоатлетом Николаем Тиховым. Свой первый марафон этот скромный человек пробежал в Москве в 2000 году в возрасте 42 лет. С тех пор на счету спортсмена 50 марафонов. Среди них, как проходившие в России, Московский, Волгоградский, Зимний – Дорога жизни, так и за рубежом – Афинский, Римский, Парижский и другие. Николай Николаевич уверяет, начинать бегать марафоны никогда не поздно и доказывает это на собственном примере. «Занимайтесь спортом, занимайтесь любым видом спорта. Найдите для себя тот вид деятельности, который вам более подходит. Обязательно нужно заниматься и привлекать и своих детей, и быть примером для детей». На встрече вспомнили и о просуществовавшем в нашем городе до 2007 года клубе любителей бега. Многочисленные гости активно задавали вопросы мастеру бега, а он подробно отвечал, делился опытом, советовал. Константин Калачёв с другом прочитали оду классика современной литературы Евгения Гришковца о том, что в движении человек прекрасен. Гости встречи, благодаря обстоятельному рассказу Николая Николаевича, подкреплённому фотоматериалами, наградами и дипломами марафонца, сделали вывод, что мир спорта безграничен, и дверь в этот мир открыта для каждого. Смоленские судомоделисты выиграли четыре кубка на чемпионате Европы. Соревнования проходили в чешском городке, городке над Нисой. Награждение состоялось 9 мая в День Победы, когда ребята вернулись на Смоленщину. Их поздравили представители областного управления спорта и руководство регионального ДСААФ. Это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»